Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские и на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти, золота и биткоина, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, покопаемся в четырех моих портфелях. Я напомню, что инвестирую через брокера Открытия, там у меня российские активы. У меня есть два брокерских счета в Тинькофф на ИС Американские Акции, на обычном брокерском счете валютные фонды и также с недавнего времени есть криптокошелек на бирже Binance, там у меня 10 криптовалют. Ну и в завершении, как обычно, поразмышляем, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали! Сестра северокорейского лидера Ким Йо Джон назвала президента Южной Кореи американским попугаем. По ее словам, ее удивили высказывания южнокорейских политиков, которые выразили опасения в связи с запуском КНДР ракет. Она считает, что Пхеньян и Сеул провели одинаковые пуски, однако Южная Корея называет свои испытания необходимостью, а пуски Северной Кореи нежелательным делом. Он имел в виду, что испытательные пуски баллистических ракет, проводимые Институтом оборонных наук Южной Кореи, направлены на мир и диалог на Корейском полуострове. В то же время пуски, проводимые Академией оборонных наук КНДР, являются чем-то нежелательным, что вызывает серьезную озабоченность у людей на юге и охлаждает атмосферу для диалога, заявила Ким Йо Джон. Ну, в последнее время в политике не чураются каких-то прям прям прямых оскорблений. Вот недавно Байден про Путина высказался, но от северокорейцев ожидать можно и не такого. В России сегодня продолжается продуктовый блокбастер. Во-первых, продлили заморозку цен на сахар и подсолнечное масло до июня и октября. Ну и сегодня также вот основная новость, которая нисходит с полос всех изданий, это, возможно, резкое подорожание молока на 10-15%. Связывают это с тем, что производители обяжут утилизировать все упаковки, в которых это молоко выпускается и продается. Ну и, разумеется, это повысит издержки компаний. Пока в правительстве говорят, что не переживайте, все под контролем. Ну, у нас, собственно, под контролем-то все под контролем, но все постоянно растет в цене. Очень прикольная новость. PayPal разрешила пользователям расплачиваться криптовалютой. Клиенты сервиса, которые держат на своих аккаунтах биткоин, эфир, биткоин кэш и лайткоин, смогут использовать их для оплаты товаров или услуг. На фоне этого курс биткоина начал резко расти и превысил 59 тысяч впервые с 20 марта. Это первый случай, когда вы можете беспрепятственно использовать криптовалюту как кредитную или дебетовую карту в своем кошельке PayPal, сказал президент компании Дэн Шульман. В компании назвали вариант с автоматической конвертацией наилучшим для большинства продавцов, так как им не нужно беспокоиться о волатильности криптовалют. PayPal не будет взимать комиссии за транзакции и позволит использовать только одну криптовалюту для каждой отдельной покупки. Ну и вообще, криптовалюты шагают по планете. Последнее время в ноябре 2020 PayPal открыла доступ к ним клиентам из США. Они могут покупать, держать и продавать цифровые деньги напрямую через сервис. Тогда же компания анонсировала возможность расплачиваться криптовалютой в торговых точках. Вы, друзья, все еще скептически настроены относительно этого явления. Я думаю, скепсис здесь может оказаться вам не на руку. Чем отрицать что-то, лучше начать это осваивать. Ну как минимум просто разобраться, что это такое. Я вот, например, это делаю. Делаю самые первые неуверенные шаги на криптобирже. Но, во всяком случае, пытаюсь во все это дело вникать, чтобы просто не отстать от тенденции времени. Ну и сегодня Пескова спросили, чем занимается, чем увлекается президент, какие его основные хобби. И Песков поведал нам, что Путин очень любит читать. Читает он преимущественно историческую литературу, мемуары. Также значительную часть времени он уделяет спорту. Он по-прежнему занимается дзюдо, он плавает, играет в хоккей. Ну и читает много аналитических каких-то изданий. То есть он смотрит в том числе каналы на немецком, на английском языках. И что меня удивило, он несколько раз в неделю занимается английским. Вот это, мне кажется, вообще замечательно. Ну президент наш время проводит с пользой, так что за его хобби ему, безусловно, лайк. Погнали на рынки. Начинался сегодня день очень позитивно. Я утром заходил в терминалы, все было зеленое, все было замечательно. Но вот во второй половине дня индексы ушли в красную зону. РТС в настоящий момент минус 0,82%. Индекс Мосбиржи падает на 0,53%. Какая боль, друзья, какая боль. Золото за день минус 1,46%. И сегодня тройская унция стоит уже 1687 долларов. Давненько мы не видели золота, ниже 1700. Сейчас давайте немножко масштабирую график и посмотрим, когда это было. Ну вот, друзья, недельный таймфрейм. И на нем мы видим, что золото стоило так дешево последний раз в первой половине 2020 года. Аж, ну потом был рост. Максимум золота достигало в августе 2020. Я это помню прекрасно. Вы, я думаю, тоже. Ну и вот продолжающаяся коррекция по золоту. Хотя вот, судя по этому графику, мне кажется, ну каких-то перспектив дальнейшего обвала у золота нет. И какой-то разворот, вот этот график как будто намекает на него. Напишите, что вы об этом думаете. Мне кажется, все-таки золото сейчас достигнет какого-то своего минимального значения и начнет двигаться вновь вверх. Корректируется нефть. Бренд минус 1,63. 63 доллара. 91 цент за баррель. Юрлс теряет почти 2%. 61 доллар. 72 цента за бочку. А биткоин действительно вновь подбирается к 60 тысячам. Монета за день прибавляет 3,23%. И сейчас цена 59 231 доллар. Америка на момент моей записи пока не открылась. Вспоминаем, что вчера S&P потерял 0,08%. Промышленный индекс Dow Jones по итогам дня был в плюсе на 0,3%. За 5 дней по американским бумагам положительная динамика. Ну за месяц так же. Да и в принципе за полгода пока ничего негативного здесь нет. И сегодня у нас интересный лидер по индексу московской биржи. Бумаги Kiwi плюс 7%. Вспоминаю, что буквально недавно копался в рекомендациях аналитиков брокера открытия. И там, кстати, была краткосрочная рекомендация покупать Kiwi с прогнозным ростом на 15% на то ли на 2, то ли на 3 недели. Ну то есть ненадолго. Ну вот какую-то информацию, значит, они раскопали. Какой-то инсайт, что вот позволило им предположить, что бумага выстрелит. И бумага выстрелила. На втором месте Тинькофф плюс 3,8. На третьем пик плюс 3,7. В лидерах Северсталь и НЛМК. Аутсайдеры дня Полиус минус 1,4. АФК Система минус 1,4. Аэрофлот минус полтора. Полиметалл минус 1,7. И худшая бумага по индексу. Полукоил минус 1,9%. Ну и вот они лидеры по всему рынку. На первом месте КТК. На втором Киви. На третьем аптечная сеть 36,6. В лидерах Тинькофф, Электроцинк, Самарэнерго, ТАТ Телеком, группа компаний ПИК, Саратовэнерго и Федекс. Друзья, давайте сегодня немножко изменим нашему правилу. Разберем не лидера, а серебряного призера. Вот меня бумага Киви, кстати, и интересует. Давайте посмотрим, как она себя чувствует. За месяц по ней плюс 4, за год минус 4, за 3 года минус 23. Ну не круто. Цифры не радуют на дистанции. Давайте посмотрим повнимательнее. Киви PLC, депозитарная расписка, тикер Kiwi DR. Бумага стоит 838 рублей и сегодня у нее рост 54 рубля. А на месяц теханализ неблагоприятный. Активно продавать скользящие средние 1 против 11, технические 1 против 8. За неделю бумага в плюсе на 4%, за месяц плюс 3,33. А вот за полгода кошмар. Кошмарный минус 38,5%. За год бумага тоже в минусе. Минус 4,62. Стоило дорого в августе 2020 года 1500 рублей примерно. Ну и все. И потом покатилось вниз. Частично это было связано с новостями. Мы там помним претензии ЦБ. Какая-то там проверка была. Блокировка операций по Kiwi банку. Все это мы прекрасно с вами помним. И вот общий график по Kiwi. Минус 53%. Бумага на рынке как минимум 8 лет, согласно данному графику. Ну и человек, который покупал ее в 2013 году, сейчас потерял бы на ней половину ее стоимости. Вот вам и инвестиции в долгосрок. То есть это работает не со всеми акциями, друзья. Если в целом за этот период российские рынки выросли, то эта бумага нет. Kiwi это оператор мгновенных платежей, который позволяет продавцам принимать оплату электронные платежи через виртуальные кошельки, а также управляет сетью терминалов и киосков по приему наличных. Ну эдакий российский Paypal. Прогнозы по бумаге, консенсус прогноз продавать. Вот вам и Kiwi. Показатели 652 миллиона долларов стоит компания. Paye низкий 5,66. Но и цифры, ну хотя неплохие, смотрите. Рост EPS за 5 лет в минусе, но зато рентабельность. Доходность капитала 29, доходность активов 12. Доходность инвестиций 27%. Низкий долг. Дивиденды сейчас на них посмотрим. Здесь какие-то очень невероятные указаны дивиденды. Сейчас глянем. Вот выручка с прибылью по годам. Ну все в целом довольно неплохо. И в 2019 году, ну да, дивиденды, конечно, не столь велики, как было написано выше. В 2019 году было две выплаты по 28 центов на одну бумагу. Общая дивидоходность чуть более 3%. В 2020 году пока про дивиденды ничего нет. Ну что сказать? Наверное, можно констатировать, что бумага стоит дешево. И как бы задешево и надо покупать акции. Все это мы и так с вами знаем. Но глядя на этот график, вот у меня лично не складывается ощущение, что это именно та акция, которую нужно покупать. И что у нее временные трудности. Такое ощущение, что трудности этой бумаги не временные, а постоянные. То есть она в этих трудностях живет. Ну и исключительно на спекуляциях. Видимо, можно зарабатывать на этой компании. Ну вот видите, выстрелила, продал, зафиксировал. И ждешь потом следующего падения. После чего вновь подбираешь и ждешь очередного роста. Ну как-то, видимо, так. Для долгосрочного инвестора, мне кажется, бумага сыровата. Давайте посмотрим, что у меня. Начинаем с российского портфеля в брокере открытия. Ну и здесь минус полпроцента, минус 3000 рублей. Только вроде мы немножко оклемались и опять сегодня ушли в минус. Так, финансовый результат. За 7 дней у меня плюс 0,36, плюс 2000. За месяц плюс полтора процента, плюс 9,5. За год доходность плюс 38 процентов и плюс 200 тысяч рублей. По моим бумагам лучшее Детский мир плюс 1,38. Затем у нас Русал плюс 0,61. И китайская ETF-ка плюс 0,42. Немножко подрастает доллар. Но в основном все падает. Евро теряет 0,36 процента. Худшие акции это АФК-система минус полтора. Полюс минус полтора и полиметалл минус 1,85 процента. Ну по золоту я думаю кончится все тем, что и полюс, и полиметалл будут просто стоить по 5 рублей. Все к этому видимо идет. Давайте посмотрим, что в Америке. Начинаем с ИИС в брокере Тиньков. И тут тоже негатив. Тоже минус полпроцента. 179 тысяч в портфеле. Часть бумаг падает. Часть бумаг растет. Вот интересно, что PayPal в плюсе. После вот новостей про криптовалюты. Видимо это инвесторов обнадеживает. Всего по портфелю плюс 25 процентов. Плюс 36 тысяч. Фондовый портфель немножко сегодня прибавляет. Плюс 0,26. Но хоть где-то позитив. 192 тысячи в нем. И фонды напротив преимущественно зеленые. Вот особо в минусе у меня только Тиньковский фонд на золото. Но на него надежды тоже особо не возлагаю. Ну а вообще сегодня радует только мой самый маленький, да самый удаленький пока портфель. Это криптокошелек. Тут всего лишь 10 тысяч. Ну 10 с половиной где-то. Зато очень хорошо эти бумаги могут как вырасти за день, так и потерять. В общем интересно за этим всем следить. Ну вот как вы видите сегодня, например, тут по эфиру плюс 4 процентов. По BNB более 7 процентов доходности. В основном все криптовалюты сегодня зелененькие. Ну понятно, что на общую стоимость моего портфеля вот эта его часть пока влияет очень мало. Ввиду небольшой суммы, которая здесь лежит. Но сумму я сильно разгонять не планирую. Потому что, ну все мы знаем, что криптомир это крайне волатильная вещь. Здесь может быть как за день плюс 10, так и минус 20 процентов. Поэтому с этими вещами надо играться очень и очень аккуратно. Друзья, не думайте, что я за все это дело топлю и агитирую. Надо аккуратненько пробовать, вникать и ни в коем случае не пытаться на этом спекулировать. Ну все друзья, будем прощаться. Откуда ни возьмись пришел негатив на фондовый рынок. Понедельник так здорово дал нам денежек с вами. Но вот сегодня опять красненькое все. Не знаю чем открылась Америка. Вы уже в курсе. Я пока в данный момент нет. Может быть картина и поменялась. На завтра я сделаю благоприятный прогноз. Я думаю, что после небольшой коррекции по нефти она все-таки упрется в какой-то свой минимум, в какое-то дно и вновь пойдет вверх. Ну и разумеется, что сегодняшний негатив связан именно с ослаблением стоимости черного золота. Как только нефть чуть-чуть отрастет, то и российские рынки снова потянутся вслед за ней. Спасибо огромное за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего вечера. До завтра. Пока-пока.